2012 год для пассажиров автотранса был сложным. Деятельность была убыточна, копились долги, материальная база и подвижной состав в плачевном состоянии. Оставшись одним единственным муниципальным автотранспортным предприятием в горнозаводском округе, оно рисковало повторить судьбу своих обанкротившихся коллег, канувших в лету. Но, как говорится, повезло. Получилось у нас выжить и дожить до того момента, когда с нами рассчитался Минфин России за перевозки льготников 6-7-8 года. Что, собственно, нам позволяет сейчас с оптимизмом смотреть в будущее, потому что суммы большие. Чтобы как-то поддержать жизнеспособность предприятия, в 2012 году было куплено две единицы техники. В этом году администрация пообещала еще один автобус. Плюс предприятие прорабатывает возможность приобрести три машины в лизинг. Таким образом, автопарк междугородних перевозок будет полностью обновлен. Здесь же еще вопрос снабжения запчастями стоит и вопрос плановой замены автопарка. Когда в машине 25 лет, на ней ломается каждый день и все по кругу. Когда машина новая, она проходит плановое техобслуживание. Это немножечко другие операции. Когда закуп запчастей осуществляется, как сейчас, планово и по оптовым ценам, и в плановом порядке, у нас нет вопросов с резиной. У меня вся машина на хорошей резине. У нас нет вопросов снабжения маслом. Запасы всегда есть. Сейчас главное стать рентабельным. Предприятие отказалось от обслуживания городских маршрутов, отдав их частным перевозчикам, поскольку, по словам руководства, для МУПов их обслуживание убыточно. Параллельно пассажир автотранс ищет альтернативные способы зарабатывать. Свободная ниша есть. Как-то медосмотр, который, ну, почти весь город, верхняя солда у нас проходит и половина нижней, да, осмотр механиков, ремонтные работы. Мы вот сейчас относимся же к частникам как к партнерам. Поэтому, ну, бывает у них тоже поломка, что же вы оставлять на снегу ремонтироваться. Нет, они заезжают к нам в бокс за определенную плату. То, что новая техника необходима – факт, ведь от условий труда зависит и штат сотрудников. Нам удалось основной костяк междугородней бригады сохранить. Здесь люди все знают, не первый год люди ходят, так сказать, на линии. Хорошо знают и машины свои, и уже и пассажиров многих в лицо знают. Это понятно, перечислять не будем. Но есть проблема возрастная. Чтобы водитель смог работать на междугородних перевозках, он должен отработать три года на городских и пригородных маршрутах, да и техника должна быть такой, чтобы работать хотелось. Это и призвание. С народом работать очень тяжело. Это не то, что там груз такой неподвижный загрузил и поехал. А это же люди. И люди, и дети, и все тут. Всякое бывает. Бывает, что приезжаешь, что тебя трясет. Бывает, что смену отработаешь с удовольствием. Но однако же идешь и работаешь опять. И вот так продолжается. Я говорю, это все зависит от человека. Основной костяк водителей АТП – люди пожилые, проверенные временем. А все потому, что на сегодняшний момент водитель автобуса – это человек, преданный своему делу. Ходят они почему? Только водители. Водители, водители, водители. Если добросовестный водитель, машина ходит. Некоторые уже капиталку переделали. То есть скрывали бока, все на сети вырезали, вставляли свежий металл. Вот так вот работаем. Если бы не водители, не их энтузиазм, то бы, конечно, муниципальная давно бы развалилась. Все держится на водителях. Он и сварщик, он и токарь, он и электрик, он и моторист. Все, все, все он. Это приезжаешь на леслинии и начинаешь готовить машину, чтобы выехал сменный. А иначе тут работы никакой не видно, не будет работы. Новая техника как раз должна решить вопрос бесконечных ремонтов. Большое значение в борьбе за прибыль имеет и стоимость проезда. Как отметил Александр Серегин, в ближайший год роста тарифов на междугородние перевозки не планируется, чего нельзя сказать о городских маршрутах. Здесь повышение необходимо. Что касается городских перевозок, здесь неоднократно уже выходили перевозчики на региональную комиссию с просьбой повышать тарифы по области. Ну, уже, скажем так, неприличной становится разница между Екатеринбургом. Сейчас вы знаете 23 рубля. А я знаю, что транспортники Екатеринбурга вышли дальше с просьбой на 26 рублей уже на тариф и с нашими 14 рублями. По словам директора пассажиров автотранса, цена на проезд должна быть такой, чтобы пассажиры не страдали материально. В то же время перевозчики имели возможность приобретать хорошую технику для комфортной перевозки пассажиров. Продолжение следует...